Я люблю опасность. Да? Разговором по телефону и бился головой об дверь. Пройти через кладбище. Мы зашли в место для бедных и неискушенных едой. Рады приветствовать вас в эту замечательную погоду. В этот радостный солнечный день. Да, здраво, свима. Так как шило в жопе, да, не сидится нам на месте. Даже в такую погоду хочется куда-то съездить. И у нас сегодня намечен, как всегда, план каких-то мероприятий. Походов по грязи, где-нибудь заляпаться в лужи. И посмотрим несколько домов, интересных точек, которые Сашка нашла в Белграде. И первый дом, который вы видите, он такой весь неровный. Несмотря на то, что мрачно, он все равно без какой-то цветной, так сказать, облицовки. Поэтому он даже в солнечный день будет достаточно серо выглядеть. Сашка нам сейчас про него что-то расскажет. А еще я прочитала вот направь сюда, что вот видите район Панчево и Панчевский мост, Бридж. Что там очень опасно. Местные жители, вы с этим согласны, что там опасно? Мне даже интересно туда сходить. Ну, сейчас сходим. Я люблю опасность. Да. Но что я могу сказать? Как вы все знаете? Да, мы все знаем. Или догадываетесь? После Второй мировой войны многие города были разрушены. Какие-то сильнее, какие-то не так сильно. И после бомбардировок города нужно было восстанавливать. И что стало толчком не просто к восстановлению, а к архитектурным и строительным экспериментам. И, соответственно, Белград не стал исключением. В проекту Ристо-Секерински был построен вот такой дом. Башня Карабурма. Или, как в народе его называют, дом Таблерон. Причиной стало сходство с известной шоколадкой из Швейцарии. Нетипичный для европейских стран дизайн футуристического объекта разработал этот архитектор. В 1963 году. Может быть, задумка была, конечно, неплохая, но в плане такой необычности острых каких-то выступов. Но когда, как всегда, каждый начинает стеклить все по-своему. Вот у одних деревянные остекления, у других пластиковые. Кто-то вон пол балкона снес у кого-то. Этот 17-этажный дом был построен для профессуры. И архитектурный проект получил даже несколько профессиональных наград. А в 1966-м в Франкфурте на Майне в Германии был построен такой же дом-близнец. Настолько всем понравился этот архитектурный проект. Интересно, а если бы его как-то по-цветному покрасили, был бы он более веселый? Был бы похож он полностью на таблерон? Надо было тогда в желтый цвет его покрасить. Он и так такой вот желтоватый. Ну, немножко грязноватый, конечно. Но так-то он желтоватый. Погода, конечно, располагает 2 градуса. А так как этот дом находится рядом с этим опасным мостом, и так как Сашка у нас любит опасность, надо дойти до моста. Да, они здесь. Ну, и как вам такой архитектурный замысел? Пишите в комментариях. Мне нравятся вот такие необычные места. Интересно, что вот он хотел... Как бы все, если видно, да, каждый балкон застеклен. Но там, видимо, оригинальная решетка осталась. И то есть изначально застеклено не было. Это как бы а-ля зимний сад или что это было? Хочется еще таких побольше мест в Белграде найти, где не постоянно толкаются туристы, а вот каких-то таких секретных, необычных. Это луноходы. Перед домом стоит вот такой архитектурный элемент металлический, что означает непонятно. Мы пройдемся в сторону моста, так как он рядом находится. Посмотрим, есть ли там опасность, если что, убежим. Или премиум бой. А тут, судя по всему, какой-то стадион. Вот, судя по... Судя по всему, какой-то стадион. Рядом находится здесь вот какой-то бар-кафешка. И еще какой-то ПТУ, что ли. Там один студент вышел, очень был расстроен разговором по телефону и бился головой об дверь. То есть опасности уже начинаются. А мы еще до моста не дошли. Собственно, вот мы дом обошли со всех сторон. Здесь еще а-ля паркинг. Но тут явно уже какой-то автосервис. Это не парковка для дома. Все жители паркуются вот так же. Да, ну а что этому дому 60 лет? Во дворах. Когда смотришь вот на такую парковку и такую грязь с ямами, лужами, да, если... Ну, точнее, как бы мы все понимаем, мы же тут постоянно повторяем. Братский народ, в принципе, даже от Москвы особо ничем не отличается. 60 лет он вообще реставрировался когда-нибудь? Ну, не знаю. Мне почему-то по внешнему виду кажется, что нет. Кто знает, напишите нам в комментариях, реставрировался ли дом. Вот видно даже, что бетонные ступеньки все размыты. Даже ступеньки не мерялись. Что говорить про дом-то? Немного апокалиптичная площадочка. Ну, это просто погода такая. А так радостно. Смотри, резиновое покрытие. Замечательная лошадка. Ну да, это челябинские дети. Они тут суровые. Это что-то откачались, что ли? Осталось. Это просто так надо качаться. Зацепляешься рукой и качаешься. А, вот так вот? Да. Ну, это отвратительно. Ну, те, кто пишет, что они любят снег, я вас вообще не понимаю. Ну, холодно же. И ужасно. Не ходи по мокрому. Хотя где ходить? Ну, пока движемся в сторону моста. И нам кто-то написал в комментариях, что, а что вы не вызываете Яндекс? Почему мы вызываем и Яндекс, и Пинг-такси? Разное как бы. Но что продолжает удивлять, что Яндекс-то, как мы привыкли, да? Он строит тебе маршрут, строит максимально быстрый маршрут. Но все местные водители, которые ездят по Яндексу, они все равно едут по-своему. Он ему пишет, езжай вот сюда, будет быстрей. Пофигу. Он разворачивается и едет совершенно в другую сторону. Это, конечно, удивительно. Это, видимо, не это самое. Цифровое рабство. Ты, опыт, хочешь меня заставить ехать сюда? Нифига. Я знаю, как лучше поехать. Вот, собственно, этот мост Панчево, который Сашка прочитала, что здесь опасность. Здесь, конечно, очень грязно, мокро. Ну, погода такая. Опасности мы не встретили, поэтому мы пойдем до нашей следующей точки. Мне еще в России казалось, что это какой-то очень сомнительно странный бизнес. Эти автомойки, помой себя сам. Я не исключаю, может быть, есть какая-то сезонность, когда прям все хотят ее помыть. Но в России также наблюдалось, что большую часть времени эта мойка стоит пустая. Помнится, сосед наш хотел мойку. Не знаю, я не хочу это делать. Сомнительное удовольствие. Ты сама будешь вся мокрая. А, в смысле, если ты сам приезжаешь поливать? Да, есть же... Мальчики более рукастые, наверное. Девочки, может, и мокрые. Есть же мойка, которая профессионалы, работники. Зачем это надо? Какая-то сомнительная экономия. Ну, в плане для водителя, ну, наверное. Ну, зато ты быстро облил машину водой, сбил грязь и поехал. Не знаю. Я вот отдала, 1200, помыли внутри, снаружи, плюс багажник, все идеально. А тогда, я помню, ценник там, Славик, озвучивал 700 тысяч, какой-то у него дешевый вход был на эту мойку. Ты, знаешь, вкладываешь 700 тысяч, сколько же она будет отбиваться. Это бизнес для тех, кто это продает. Так же, как салоны маникюра Лены Лениной. Я одно время сначала думал, почему у нее столько салонов? Думаю, неужели и такой доход? Да, хрен там. Никогда у Лены Лениной народу толком нету. Зато франшиза за одну точку, она берет 2,5 ляма. Но эта цена была старая, может быть, сейчас уже больше. Еще один домик. То есть домики для песиков. Он, правда, почти погиб, но они встречаются. А это не Новогробля? Ну, еще что-нибудь спроси. Я местный, я сейчас тебе расскажу. Карты-то нету? Да-да. Крисарис. Оно. Оно, прекрасно. Мы проходим мимо Новогробли. Это у нас в планах есть, но сегодня так мрачно. Не извиняемся, если мы неправильно произносим слово «гробли» или «гробля». На конце «е» – «гробли». Новогробли. Ну, мы сюда придем, когда будет потеплее, во-первых. И когда будет хотя бы солнечно, а то и так мрачно. Все постаменты, могилы, памятники. Я вот смотрю, выкранчик, все серое, да, появляется цвет только, когда на Сашку находишь. Раз, рыжее пятно. Еще мама меня попросила с ней сюда сходить. Весной потеплее будет, и мы сходим. Снег растает, при том снег выпал-то буквально два дня. Потому что я посмотрела по отзывам, здесь очень интересные есть постаменты и памятники просто. Ну, даже вот отсюда с обхода видно, что здесь не только надгробие. Ну, а мы пока идем дальше. А вот это чаши по стене стоят. Это колумбарий. Хорошо, это что, миска, кастрюля? Где? В чем, в клумбу, что насыпают? Вот эти, это для цветов. Я и сказал, чаша, что плохого слова чаша. Ничего. Чаша, это стакан по-сербски. Перед сходом здесь продается множество цветов, живых, листьев. И оказалось, что Google нас ведет как раз-таки пройти через кладбище. Как мы в прошлом походе вам говорили, что Google иногда знает такие маршруты, что даже удивляешься. Но мы не будем особо задерживаться. Мы просто идем, так как он нам проложил маршрут. И никуда заходить в этот раз мы не будем. Мы обязательно посетим. Нам налево ворачиваем. Сюда? Да. Интересный постамент. Интересный памятник. Интересно. Абадан Войнович. 1976 год смерти. А еще интересно, что вот на кладбищах в Сербии, ну или как вот раньше же это была Югославия, да? Еще раньше по-другому называлось. На большинстве могил фамилия сверху, а все остальные имена, вот членов этой семьи ниже, ну то есть уже без фамилии. Вот, например. Ну типа, да, одна фамилия. То есть у них вот так вот принято. Ну не везде. Меатград, Никола, Инвестиции. Или вот то же самое вот здесь. Сверху фамилия, а снизу имена и даты. А, с благодарностью к братскому русскому народу, который отдал жизни своих солдат, защищавших Бекград во время Первой мировой войны. Забыл русский мир? Да. Еще один склеп. Спите, орлы боевые. Мы как бы просто сегодня идем. Как Сашка сказала ранее, что она с мамой весной в хорошую погоду сюда придет и походит по местным памятникам. Странная задумка. Такие две головы. Да, я издалека тоже посмотрел. Вообще, конечно, вот что меня на кладбищах удивляет, это некие задумки памятников. Мы с мамой побывали почти на всех известных московских кладбищах. Но такие есть, что просто, как говорила моя бабушка, диву даешься. И смотрите, опять же, российские зрители. Нет заборов. Нет заборов. Россия вся состоит из заборов. Заборы везде в голове. На кладбище вокруг домов. Я думаю, что летом здесь будет повеселее. И весной. Ну, смотря какая весна. Вот мы пока не знаем, заодно узнаем. Ну вот, да, вот тут у кого-то даже береза во дворе. Смотрите, палатка с пивасом. Такие все-таки контрастные эти дома. Вот дом весь с отделкой, да, такой беленький, дверь свежая. И рядом совсем убитый, где даже непонятно, что это. Либо это они санатчики. Ну, это пристройка такая какая-то, рабочая, мне кажется. Ну, не знаю. С инструментами. Вот у него нормальная стена, да, а вот эта пристройка, пристройка была изначально. Меня просто не снесли. Здесь вот, как его, многоквартирные дома. Мы вышли на какую-то улицу пошире. Зоомагазин. Сашка сразу рыбу к себе присматривает. Соскучилась, видимо, по миллионам. Самов. Да. Очень безумное, огромное количество всяких игровых точек. Типа вот этих MaxBed. Пошли зеленые. Я чуть не вижу никакой ярмарки здесь. Так надо для этого подняться. Ну, пришли на площадь, где Сашка прочитал, что здесь какая-то колбасная ярмарка. Мы пришли на фестиваль колбасы, но, видимо, мы просто очень сонные и, как бы, пришли поздно. Потому что написано с 8 утра, сейчас время 3, и сегодня суббота. И мы полагаем, что он, наверное, закончился, фестиваль. Ну, я думала, он до вечера будет. Как минимум до 6. Все палатки, которые на этом рынке есть, начинают закрываться, и все уходят. Поэтому я думаю, что суббота короткий день, и, видимо, фестиваль тоже был короткий. Я думала, в воскресенье короткий день. В воскресенье вообще не работают многие. Поэтому суббота... Так вот, если идете на фестиваль, то знаете, он длится буквально часа 2. В общем, мы без колбасы. Хочется, Люсь, спросить, что вам в такую погоду дома не сидится? Пошел снега-дождь. В принципе, самая любимая, Сашка, на погоду. Да. Обожаю. Обожаю. Мы идем до сушилки, пожрать, и проходим торговые ряды. То есть каждый магазин продает что-то один. У одних обувь, у других ткань. У третьих обложки для телефона. Вот медальная какая-то посудочная. Вот опять обложки для телефона. Детские смотки. Взрослые смотки. Ой, симпатичный кардиганчик. Смотрите, какой розовый. Даже Александра остановилась, увидела зеленые сапоги. Да, зеленые сапоги тоже клевая. Розовая фанамка и кофточка. Не панамка мне не надо, а кардиган симпатичный. Вон там еще один фэшн кардиган, вообще. С дырочками. Дырки это сейчас самая мода. Так что если у вас есть свитер, не нужно выставить, можете. Да, и вы будете супермодные. Супер. Кажется, эти дырки были еще когда я из армии вернулся. Сейчас второй виток. Вторая волна. Ну да, все повторяется. Смотри, какие обувь. Какая красивенькая. Вот вторые мне нравятся. Классно. Снижено. Ой, мне вот эта вот куртичка нравится. Ну, должен быть предел. Ой, собачка. Книги читает? Да, не маленькая. То есть с малышкой можно даже книжки почитать. Кстати, читала, что книги на русском есть в магазине. В том месте, где он называется «Русский дом», где проходят какие-то русские спектакли и так далее. Но говорят, что там очень маленький выбор. Классика в основном. Ну и, конечно же, все сейчас переходят на электронные варианты. Но я, честно говоря, люблю больше бумажные книги. А вы какие? Вы вообще читаете или нет? Да. Вопрос. Напишите нам в комментариях. Умеете еще читать или нет? И в чем вы читаете? Мы дошли до места. Это стрит-фуда называется «Суши Рита». По отзывам в гугле пишут, что там очень вкусно. И весь прикол в том, что ролл, да, то есть суши, вы делаете самостоятельно. То есть все ингредиенты выбираете сами. Ну, а там негде сидеть внутри. Поэтому я думаю, что мы возьмем один ролл и пойдем. Вот это место, суши Рита и роллы здесь от 695 динар до 745. И выше вы можете взять или боу, или ролл. Делаю довольно-таки быстро. Вот мы Ксюшу взяли и идем. Мы зашли в место для бедных и неискушенных едой. Называется «Мистер Ли». Нет, ну нормально. Для бедных и неискушенных подойдет. Знаете, у Сашки рис и два наполнителя. У меня лапша и два наполнителя. Вообще все наполнители похожи друг на друга. Капуста, курица, орешки и соус. За все это плюс два оленя. Мы отдали 1300 динар. И еще Сережа забыл батарейку. Приятного наслыша тебе аппетита. Мерси. Это я иду. Ну так как это место для неискушенных, то нормально. Где-то подземелье Белграда. Туалет. Наша замечательная история сегодня. Почему вся собралась? Потому что мы сегодня пришли на русский стендап. Мы пришли. И, кстати, мы об этом писали у нас в телеграм-канале. Если вы до сих пор не подписаны, то подпишитесь и... И подписывайтесь на телеграм-канал и на чат, где можно общаться и обсуждать разные темы, какие вы хотите. У нас как бы нет особо какого-то... запретов. Запретов, да. Кстати, мы там писали, и нам просто очень никакой отдачи не было. Летом будет проходить фестиваль. И мы как бы... Фестиваль называется выход. Да, и так как там есть сейчас варианты приобрести подешевле, то нужно набрать четыре желающих. Вот у нас двое еще есть, еще двое. Если вы смотрите и хотите сходить на фестиваль, мы не будем вместе спать в одной палатке или еще что-то. Ну, просто вчетвером. Если вы не хотите, а если вы хотите... Это шутка. Мы пришли немного заранее. Нас встретила русская девочка. Здесь вот на столах лежат такие бумажки. И как мне написал мальчик, из которого я бронировала все это дело, что здесь очень много желающих выступить. Вопрос, где он будет выступать, пока непонятно. А, вот прямо вот здесь между столами? Вот этот микрофон, это бурет. Притом, что Саша спросил, а можно ли снимать на что он сказал товарищ майор Сверя Лагинтис? Я ни хера не понял эту штуку. Если все шутки будут на таком уровне, я ни хера не пойму. Всем привет. Это еще не начало. Мы начинаем через пять минут. Поэтому садитесь поудобнее. Заказывайте напитки. Скоро мы начнем. Давайте в... 19, 16, мы начинаем. Чем ты занимаешься, Максим? Я аналитик. Аналитик. В IT, возможно? В IT, да. Как совпало-то. Окей. Что анализируешь? Данные? Данные? Анализирую. Показываю. Показываешь? Да. В смысле? То есть ты ходишь, такой, так, коллеги, данные. Я все проанализировал. Смотрите. Если плюс-минус, да. Вот прям на 90%. А конкретнее как-то можно? В какой-то сфере. На этой замечательной ноте мы опять оказались в поезде, как всегда. мы убегаем из Белграда в свою пазу. Ну, мы ушли чуть пораньше, потому что у нас, соответственно... Потому что было очень смешно. Мы прямо уржались. Я сразу... И мы просто смотрим одного американца, который говорит, что русский, в принципе, не глобаленц. Ну, это не только он говорит, но, в принципе, и как понятно. Вот. Но это... Это спорно, потому что нам написали в комментариях, что я, наверное, употребляю какие-то травы, потому что я все время смеюсь. Судя по этому комментарию, я, наверное, не русская. Ну, если ты употребляешь травы, конечно, ты точно не можешь. В общем, что я могу сказать, что в этот раз, хотя я всегда Сергею говорила, что мне женский юмор, но женщины, как правило, не умеют шутить. Но тут оказалось, что наоборот. Мужчины как бы были очень скучными, а девушки, ну, они были подготовленными, у них был заготовлен какой-то текст, какие-то истории, на которые, ну, я не смеялась, но в душе как бы я улыбалась. Но все-таки, как бы нам не было, юмор – это тоже достаточно сложная история. Просто так выйти и пошутить не так просто. Сегодняшняя наша вот такая странная поездка подошла к концу. – Да, и у меня был какой-то, знаешь, у меня, и мы ехали в такси, и… – Ты хотела пошутить? – Нет, у меня было внутри какое-то вот мысли какие-то о том, что я рада, что мы оказались в Сербии, и что как бы Сербия дала нам какое-то… Вот мы же были на кладбище, да, и ни одна волна русских здесь уже по каким-то причинам побывала, да, и это как бы уже третья такая огромная волна. Жизнь – это самое дорогое, что есть у человека, и не ценить ее – это очень глупо. – А, ну да, Сашка, мне… Я как бы стараюсь политические истории не смотреть. Сашка мне опять рассказала, что происходит с Алексеем. Это, конечно же, лично для меня… – А какой Алексей? – Навальный. Это ужасная история, которую он выбрал. Я не знаю, кто это оценит, оценят ли это вообще, потому что, во-первых, его жена, его дети остались как бы без отца. Понятно, что там это некая политическая борьба, игра, что он там не струсил, он не уехал, там все такое, блин, но теперь сейчас его оставят слепым, и если он выйдет инвалидом, каждый раз вот просто одно и то же, я не знаю, а про Яшина вообще все забыли, так как… – Нет, это не к тому, что никто не может решать, кому жить и кому нет. Все войны – это отвратительно и ужасно, и они ничем не могут быть оправданы. – Я понял, но при этом, например, у людей, которые могли уехать и бороться с тем же режимом издалека, некоторые решили остаться, что для меня до сих пор остается загадкой. – Я не хочу говорить такие слова «не берите на себя грех», «не берите на себя ответственность», что вы вправе у кого-то забирать жизнь. Не вы ее давали, и не вы вправе ее забирать. У меня вот такие мысли. Поэтому я рада, что мы сейчас в Сербии. Я против войны, я против вообще любых войн и слав. Подписывайтесь на наш канал. – До новых встреч, всем пока. – Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Продолжение следует...